Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Суть его заключается в том, что автор вопроса, Елена, оказалась в достаточно интересной ситуации, сложной ситуации. Живу с мужчиной. Уже с мужем. Все устраивает, вернее сказать устраивал. Он теперь постоянно раздражает в сложившейся ситуации. Он вдовец и один воспитывает сына. Жена покончила с собой. Болела психическим расстройством. После этого случая он разъезжался с тещей и пасынком. Выкупал у них доли в квартире. Они ему продали свои доли за 3 миллиона рублей. Он брал потребительский кредит, но с условием, что оформят все на его сына, их внука. На данный момент я беременна. И меня безымно раздражает, что в декрет я уйти не могу, будем нанимать няню. Так как висит его кредит, он потребительский. Поэтому выплата большая на 7 лет. И плюс получается мы работаем не на общее, а гасим его кредит на покупку его сыну квартиры. У самого у него жилья нет. Не знаю, как справиться со своим раздражением. Елена, я думаю, что здесь бросается в глаза некий такой глобальный может быть факт, связанный с тем, что вы как-то не определились как будто бы с тем, что вы как-то не определились как будто бы. С тем, мужчина у вас или муж. То есть, ну, вы его называете вроде бы мужем, но в то же время называете его мужчиной. И вот как-то не до конца этот момент ясен. Вы его считаете своим мужем или своим мышим. Потому что если мужчина это одно, если мышь, это немножечко другое. И вот это, в первую очередь, вам, на мой взгляд, нужно увидеть. Да? Ну, как бы, постараться увидеть, по крайней мере. Потому что это довольно важный аспект, довольно важный элемент. Как будто бы вы не определились. Дальше. Вся эта ситуация, она, безусловно, не является какой-то, знаете ли, хорошей. Вне всякого сомнения, это не самая лучшая ситуация, в которой может оказаться человек. В данном случае вы. И у меня волей-неволей возникает вопрос, вы когда выходили замуж за мужчину, или когда беременели, или когда, как бы, начинали встречаться с ним, узнавая его историю. Были ли вы в курсе всего того, что вы описываете? В курсе его ситуации с женой, с, ну, с, пасынком, вот, и так далее. Потому что, если нет, если вы не были в курсе, это одно. Но если вы были в курсе, это другое. Если вы были в курсе, условно говоря, ну, условно говоря, вас все устраивало, то это, я бы сказал, совсем другая сторона. Вот. Понимаете, понимаете, да? Поэтому здесь мне кажется, что Вам крайне важно вот с этим аспектом, с этим моментом определиться. Определиться именно вот с аспектом того, знали ли вы, как относились и так далее. Да, потому что, как бы, то, что у вас появилось раздражение на своего, ну, на вашего мужчину или мужа. Я, кстати, так и не понял, кто это, муж или мужчина, поэтому, там, там, потому что, вы говорите, что он вдовес, но он не вдовес, потому что, фактически он уже с вами, с вами уже в отношениях. Вот. Поэтому, я бы, я бы не называл его вдовцом, в данном случае конкретно. Вот. То есть, у вас несколько, вот, я бы сказал, ну, такое, знаете, странное восприятие своего мужчины. Ну, не важно, в данном случае это, вот. То есть, раздражение, как бы, испытывать, испытывать раздражение, раздражение. Да? Вот. Это нормально, в данном случае. Раздражение, то, что вы испытываете, то, что вы, то, испытываете раздражение, это абсолютно нормально. Другой, другой вопрос, как мне кажется, заключается в том, собственно, вследствие чего раздражение вообще появилось у вас. Вот. Да? Как бы, то есть, ну, вот, вы говорите, например, да, что его не было. Вот. Ну, в смысле, вот, как бы, раздражение, да, вы говорите, что раздражение не было. Потом оно начало появляться. Вот. И, соответственно, совершенно очевидно, что что-то вас перестало здесь устраивать. Ну, вот, в таком, как раз, случае, и нужно разбираться, на мой взгляд, на мой взгляд, с тем, что именно вас перестало устраивать и как. Да? То есть, на мой взгляд, вы столкнулись с тем, что ваши ожидания, да, скорее всего, перестали обрадоваться. Вот. С этим вы, наверное, наверное, столкнулись. Ну, как мне, как мне кажется, с этим вы столкнулись, что ваши ожидания больше не опрятываются теперь. Вы столкнулись с тем, что то, на что вы рассчитывали, вот, не получилось как-то. Понимаете, да, в чем, как бы здесь, в чем здесь штука. Вот. И это, ну, на самом деле, на самом деле это проблема. Вот. То есть, в какой-то степени вы, вероятно, сдерживаете себя. В какой-то степени вы, вероятно, сдерживаете свои чувства. Вот. Ну, чтоб, чтоб, вот, в себе, да, вы сдерживаете. Вот. И, соответственно, возникает раздражение, как результат того, что вы что-то в себе сдерживаете. Поэтому ваша задача посмотреть, что и ради чего вы сдерживаете. Вот. Да? То есть, что вы сдерживаете и ради чего вы сдерживаете. Сдерживаете. Сто ли. Ну, сто ли. Как бы. Вот. То есть, это очень важно, в данном, конкретном случае, вот, понимать. И когда и если вы для себя этот момент, момент того, что именно вы сдерживаете, поймете и увидите, когда вы для себя этот аспект преследуете. Вот. То вам будет, в общем и целом, гораздо легче в этой ситуации находиться и себя чувствовать. Вот. Вот. То есть, с раздражением мне нужно справляться как таковым. С ним, а, желательно, с раздражением, желательно учиться, ну, учиться обращаться. Вот. Я бы так сказал. Вот. Я бы сказал, что вот с раздражением желательно научиться обращаться. Вот. Сейчас вам это сделать, может быть, нелегко, вот, в силу того, что вы находитесь, ну, в рамках, так сказать, в рамках отношений. Вот. Вот. Но стремиться к этому необходимо. Вот. Ну и учитывайте то, что, по-видимому, вы сами как-то вот, как-то вот согласились на отношения с мужчиной на таких условиях. Вот. И я думаю, что у подобного решения тоже, вероятно, были свои причины. Вот. Ну, а, я так вот думаю, по крайней мере, что они были, были. Да? Вот. То есть, может быть, вам имело бы смысл вспомнить, что вы чувствуете, вот, по отношению к мужчине, да, своему. Вот. Вот. Что вы ощущаете по отношению к нему и так далее. То есть, я думаю, что это вот было бы все не лишним для вас. Вот. Естественно, если вы сами как-то вот с этим согласны, сами солидарны. Вот. Вот. Ну и определите и решите для себя, чего же вы все-таки хотите, например, тут тоже довольно важный момент. Что вообще вот мне нужно, что вообще я хочу. Вот. Это, мне кажется, является одним из основных задач, потому что уже под ваши, грубо говоря, цели, вот, будет адаптироваться ваше поведение. Вот. Вот. Не наоборот. Вот. Не наоборот. Вот. Вот такая вот история. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Учитесь говорить о своих чувствах, говорите о них. Вот. И обращайтесь за помощью. Вам она, эта помощь пригодится и необходима. Тихо. Ёльпни. Эти, две, три. Ёльпни. Эти, один. Эти, три. Эти, три. Чем, пять, пять. Продолжение следует...